Записываем. Вода растворимая, жирорастворимая. Внимание всем! Сигнал пожар и эвакуация. На выход шага маршрута. Как реагировать при сигнале тревоги, не подаваясь панике и без лишних действий вывести детей из здания в случае возникновения чрезвычайной ситуации? Все эти шаги в Кратовской 28-й школе неоднократно отрабатывались в рамках учебных эвакуаций и профилактических бесед с сотрудниками МЧС. Как показывает практика, эти меры не напрасны. Правило повторения мать учения работает на все 100%. Недавний случай стал тому подтверждением. 28 января 9.40 я пошел производить осмотр здания, обход и обнаружил запах и задымление. Сразу же были приняты мной меры. Так как тренировочные эвакуации происходят постоянно, по соответствующему графику и даже с присутствием госпожного отзора, представителей и других органов, Дети на самом деле знают, как эвакуироваться, а учителя, которые ведут уроки, знают весь порядок эвакуации. Поэтому менее чем за 5 минут из всех кабинетов школы были эвакуированы все дети, 127 человек, 18 сотрудников. Мы построились на безопасном месте на улице, потому что понимали, где локализован будет пожар. И поэтому, в общем-то, с этой точки зрения все было замечательно. На сигнал, поступивший от руководства школы на единый номер 112, быстро отреагировали все экстренные службы округа. Через 10-12 минут к зданию учебного заведения прибыли три пожарных расчета, две кареты скорой помощи, сотрудники РАМСПАС и МЧС. В рамках проведения проверки по факту данного сообщения и выезда на место было установлено, что в данной школе произошло короткое замыкание в силовом электрощите. То есть без последующего горения пожара не последовало. Пожарно-спасательные силы РАМСПАС отработали, в принципе, на все 100%. Сработала также правильно охрана школы, которая в соответствии с действующими своими правилами незамедлительно сообщила о случившемся возгорании, коротком замыкании в экстренной службе, предприняла меры по эвакуации детей и персоналу школ. Благодаря постоянному проведению профилактических мероприятий на объектах образовательных учреждениях с детьми, также с персоналом отрабатываются практические тренировки по эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации ежеквартально, а также в ходе контрольно-надзорных мероприятий. С персоналом на постоянной основе проводятся беседы, отработка данных действий. Они сработали очень хорошо, слаженно, все быстро среагировали. Пятерку ставим? Ставим. Благодаря грамотным действиям всех звеньев цепи, серьезных последствий от короткого замыкания удалось избежать. Обошлось без пострадавших и травмированных. Правда, полностью выгоревший щиток ВРУ и характерный едкий запах все же внесли свои коррективы в учебный процесс. Было принято решение, что обедом мы их накормим, потому что в столовой все было готово для этого. Школьный автобус изменил время маршрута и рейса, и все дети в таком, несколько, скажем, возбужденном состоянии. Через классных руководителей были отправлены домой, и все родители нас поняли и отзвонились, и отписались, что дети дома. И таким образом, буквально через два часа после того, как все произошло, мы за детей своих уже не беспокоились. В настоящее время руководство 28-й школы ведет работу по устранению причины, из-за которой предположительно произошло короткое замыкание, чтобы впредь не приходилось обращаться к знаниям по эвакуации. Марина Миткевич, Антон Карташов для программы Городские вести.